Здравствуйте! Вы смотрите новости Накчин ТВ в студии Богдан Танасов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Новости Накчин ТВ В Молдове за сутки подтверждено 54 случая заражения коронавирусом нового типа, из которых 8 в Приднестровском регионе. Об эпидемиологической ситуации в стране в нашем выпуске. Новости Национальной комиссии по общественному здоровью предстоит решить, возобновится ли с 1 июня работа рынков в муниципе в Кишиневе и Бельце, а также торговых центров, предприятий сектора Харека и фитнес-клубов. С таким предложением к ней обратился глава государства Игорь Дадон. Кроме того, в ходе оперативного совещания руководства страны обсуждалась единовременная помощь пенсионерам, а также меры поддержки бизнеса. Президент подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране показывает позитивную динамику, уточнив, что на прошлой неделе количество заразившихся COVID-19 снизилось на 8,9%. Число выздоровевших увеличилось в 2,5 раза, а фатальных случаев уменьшилось на 7%. При этом глава государства сообщил, что снизился и уровень распространения инфекции. Так, если в начале апреля коэффициент заражаемости составлял 3,17, то сейчас этот показатель равен 0,89. Это, по словам Игоря Дадона, даёт возможность снять некоторые ограничения. С 1 июня возобновить работу рынков в Кишинёве и Бельцах, торговых центрах, секторах Харека и спортзалов. Кроме того, будут возобновлены международные пассажироперевозки. Однако некоторые ограничения всё же останутся. Мы решили предложить Национальной комиссии по общественному здоровью, заседание которой состоится сегодня, чтобы, начиная с 1 июня, были сняты запреты на работу рынков в муниципиях Кишинёв и Бельцы, чтобы заработали торговые центры и сектор Харека, разрешить международные перевозки пассажиров и позволить возобновить деятельность спортзала. Президент уточнил, что если Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрит эти предложения, то с 1 июня запреты останутся для школ и детсадов и для организации массовых мероприятий в количестве от 50 и более человек. Кроме того, правительству предложено изыскать средства для помощи пенсионерам и экономическим агентам. Кабинет министров должен подготовить документ для выделения единовременной помощи в размере 700 леев всем пенсионерам, чья пенсия не превышает 3000 леев. Я выступил с предложением, чтобы правительство в ближайшее время подготовило законопроект для того, чтобы помощь в 700 леев была выделена всем пенсионерам, чья пенсия меньше 3000 леев. Надеюсь, эта помощь будет выделена в ближайшие месяцы, например, до 1 августа или до 1 сентября. Как успеет правительство? Мы обсуждали с премьером этот вопрос, и он сообщил, что деньги на эти выплаты есть. Также президент сообщил, что готовится к запуску новый пакет мер поддержки бизнеса. Первое предложение касается продления срока эшелонирования кредитов, взятых экономическими агентами. Сейчас этот срок до 1 июня. Власти предлагают его продлить до конца года. Государство готово покрывать банковские проценты по новым кредитам, взятыми экономическими агентами, в размере шести фондов заработной платы на период до 31 декабря 2021 года. Ранее я предложил, правительство и парламент поддержали и утвердили. Три фонда заработной платы для покрытия ставок по кредитам и до конца этого года. Сейчас мы выступаем с предложением для предприятий, которые берут сейчас новые кредиты, покрыть проценты по шести фондам заработной платы. Это не означает, что эти средства будут использоваться исключительно на выплату зарплат. Каждое предприятие само решит, на что направить эти деньги. И чтобы мы до конца будущего года покрыли эти процентные ставки. Речь идет о ставке в 8,7% на леевые займы и чуть более 4% на валютные. Только что стало известно, что Национальная комиссия по общественному здоровью решила возобновить деятельность рынков в муниципе в Кишиневе и Бельце с 1 июня. А вот фитнес-клубы смогут принять своих посетителей с 15 июня. Более подробно с решением Национальной комиссии по общественному здоровью можно ознакомиться на официальной странице правительства Республики Молдова. Беспроцентные кредиты позволят экономическим агентам не только выплачивать зарплаты своим сотрудникам, но и повысить финансовую ликвидность предприятий. Другими словами, у бизнеса будет оборотный капитал, с помощью которого можно будет запустить предприятие после долгого простоя. Об этом говорят эксперты, нашим журналистам. Они рассказали, что на практике означает озвученный президентом пакет мер поддержки экономики. Этот кредит, эти средства выделяются экономическим агентам на выплату заработной платы работникам и на пополнение оборотных средств. Вот это вторая часть. Я, как с точки зрения экономики, считаю, она даже более важна, чем покрытие затрат по заработной плате. Потому что сейчас начнется открытие предприятия, о которых мы говорили, а у них нет средств на закупку продуктов, на оплату каких-то услуг, транспортных услуг и так далее. Поэтому этот кредит, он на первое время позволит им решить вопросы пополнения оборотных средств, без которых нельзя начать нормальную работу. Де-факто речь идет о беспроцентном кредите. То есть государство берет на себя оплату заемных средств. То есть, де-факто для предприятия остается погасить тело кредита. Он берет в банке, условно говоря, 100 тысяч леев и возвращает ровно те же 100 тысяч. То есть дополнительных расходов он не несет. Это берет на себя государство. Увеличение срока эшелонирования кредитов с трех до шести месяцев на практике будет означать доступ экономическим агентам к дополнительному финансированию в кризисный период. Эти средства позволят пополнить текущую ликвидность этих предприятий, что тоже скажется положительно. Но это поддержка не только экономических агентов. Поддерживается целый кластер связей финансово-кредитного сектора экономики. Это позволит стимулировать определенные процессы, которые будут способствовать выходу из кризиса и даже перезапуску многих предприятий реального сектора экономики. Эту инициативу надо приветствовать. Надо понимать, что Молдова – это одно из самых бедных государств Европы. И то, что страна напрягается и старается помочь в самых таких узловых моментах, это прежде всего то, что правительство берет на себя обязательство оплачивать проценты за выдачу кредита под заработную плату. И плюс к этому разовая помощь пенсионерам, которые имеют доходы, пенсию меньше 3000 лев – 700 лев. Конечно, это надо только приветствовать. Как мы говорили ранее, в ближайшие недели свою деятельность смогут возобновить торговые центры, фитнес-клубы и заведения сектора Харека. Наши журналисты узнавали, как эту новость восприняли экономические агенты и как они готовятся к долгожданному открытию. Возобновления деятельности сектора Харека с 1 июня приветствуются. На самом деле, больше ждать некуда, потому что пока действуют ограничения, наша экономическая деятельность сходит на нет. Мы не можем платить аренду, не можем платить нашим сотрудникам зарплаты. Начиная с прошлой недели, мы, наши ассоциации, разработали санитарно-эпидемиологический протокол, согласно которому мы будем возобновлять свою деятельность. Мы предусмотрели некоторые нормы, такие как обеспечение социальной дистанции в полтора метра и максимум 8 человек за одним столиком. Также в каждом заведении или на террасе будут санитайзеры и будет обязательным ношение маски сотрудниками сектора Харека. Продолжение следует... Ну, я думаю, знаете, это будет как первый раз. Да, это с большой радостью и с большим нетерпением, потому что все хотят уже начать работать. Вот, и мы, конечно, мы уже подготовились к этому моменту. Если у кого-то маски не будет, мы предоставим бесплатно маски. Вот, у нас есть санитайзеры на входах, термометры бесконтактные. Мы приобрели ультрафиолетовые лампы, специально которые уничтожают вообще всех бактерий. Мы все единым решением согласны, чтобы нас открыли, и будем только рады встретить клиентов и сотрудников, потому что все по всем скучают. В зале вы всегда сможете найти дезинфекторы, бумажные полотенца, для того, чтобы непосредственно перед упражнением протереть поверхность. Мы, как всегда, рады всех ждать здесь, видеть и помогать идти к своим целям. Руководство страны намерено ощутимо поддержать медицинских работников, не только улучшив условия их труда или оснащения медицинских учреждений, но и повысив их заработные платы в два раза. Я думаю, что медики будут всегда нуждаться в более высоких зарплатах, потому что мы проделываем колоссальную работу, тем более в контексте с пандемией COVID-19. Ежедневно медики подвергаются риску, и это должно быть оценено соответственно. Я уверен, что в медицинском секторе необходимо повысить зарплаты как медикам, так и фельдшерам, медсёстрам, и водителям, и всем тем, кто задействован в скорой медицинской помощи. Мы очень рады, потому что это долгожданная новость, хотя и в маске, но я думаю, что по глазам это заметно, потому что глаза улыбаются. Конечно, нужно повышение зарплаты, это даже не обсуждается. Высшее руководство решило оценить нашу работу, услуги и риски по достоинству. Они примут решение, которое поддержит весь медицинский центр. По 700 леев в качестве единовременной помощи получат все пожилые люди, чья пенсия меньше 3000 леев. Насколько ощутима эта поддержка, рассказали пенсионеры. Если пенсия увеличится как минимум на 700 леев, мне не придётся просыпаться рано утром и идти подметать. И не придётся работать на двух работах. Конечно, это хорошо. Пенсионеры – это люди, которым нужно и питание хорошее, и проживание, и медицинская помощь. Приветствуются все дополнительные выплаты и льготы для пенсионеров. Каждый будет счастлив, потому что пенсия маленькая. Если ему добавят ещё 700 леев, то есть около 30 евро, человек будет счастлив. Если есть такая возможность, почему бы не добавить? Пенсионерам всегда тяжело, особенно в это время. Инициатива хорошая, пускай она продолжается больше. Это хорошая идея, я очень приветствую. Это помогло бы многим пожилым людям, у которых маленькая пенсия, и нет других источников дохода, и тем, кто не может работать. Это было бы хорошо. Напомним, 27 ноября 2019 года правительство одобрило единовременные пособия в размере 700 леев для пенсионеров, которые получают до 2000 леев. К новогодним праздникам помощь получили почти 600 тысяч человек. В понедельник в Молдове было подтверждено 54 случаи заражения коронавирусом нового типа, 8 из которых в Приднестровском регионе, а четверо зараженных – медработники. Таким образом, общее количество зараженных составило 7147 человек. Такие данные представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. За сутки в стране зафиксировано 5 летальных исходов. Все – люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Всего на сегодняшний день от осложнений COVID-19 скончался 261 человек. Выздоровели – 3802. Высокая оценка профессионализма, преданности и заботы о каждом пациенте, особенно во время эпидемии коронавируса. Глава государства вручил почетные дипломы президента Республики Молдова медикам муниципальной клинической детской больницы имени Валентина Игнатенко. Наш репортаж с торжественной церемонией. Игорь Дадон обсудил с медработниками нынешнее положение дела в учреждении, поблагодарил одну из молдавских компаний за помощь в оснащении больницы сразу несколькими единицами новейшего оборудования, а также за мебель для комнат отдыха для пациентов и комнат ожидания больных на нескольких этажах. Дадон рассказал медикам о принятом решении объявить 2020 год годом медицинского работника. Игорь Дадон подчеркнул, что это решение в частности предусматривает улучшение условий труда и увеличение зарплат вдвое для всех медицинских работников, повышение качества услуг, оказываемых пациентом и не только. Президент отметил вклад в борьбу с пандемией всех молдавских медиков в лице персонала больницы имени Игнатенко. Хочу поблагодарить вас, дорогие наши врачи и медсестры, за ваш важный и нелегкий труд. Без вас и без вашей деятельности у Молдовы нет будущего. День за днем вы следите за здоровьем нашего народа. Спасибо вам большое, и мы выражаем вам искреннюю благодарность и наивысшую оценку со стороны руководства страны и от всего населения. Спасибо вам. Пандемию COVID-19 многие называют войной с невидимым врагом. И на этой войне наши врачи, подобно солдатам, героически сражаются на передовой. Они сражаются за здоровье нации, да и всего мира. В Молдове по инициативе президента именно медикам был посвящен весь 2020-й. Он так и назван – год медицинского работника. Запланировано немало, но, пожалуй, главный вопрос – изменилось ли отношение руководства страны и населения к медицинским работникам, которые десятилетиями оставались без должного внимания. Об этом мы говорили с главой перинатального отделения института матери и ребенка Юрием Караушем. Наша рубрика – интервью дня. Глава государства Игорь Дадон объявил 2020-е годы медицинского работника. Как вы считаете, эта инициатива может означать изменившееся отношение руководства страны к сотрудникам сферы здравоохранения? Не думаю, что отношение изменилось. Здесь все увидели, от рабочего, от крестьянина, от простого человека и до кончая президента страны, что это значит. Все поняли, что если есть у нас врачи, и они могут, они умеют, но не имеют чем и не имеют где, это очень тяжело. Но профессионализм, он был сейчас оценен на самом высочайшем уровне всеми слоями населения. То, что назначено или объявлено, чтобы этот год был годом медицинских работников, это является не то, что необходимым, а важнейшим для медицинской династии на общей национальном уровне. Приветствуем и обеими руками за. Также сегодня глава государства предложил целый пакет мер поддержки медицинских работников. Это в первую очередь создание лучших условий труда и в том числе постепенное увеличение зарплат вплоть до удвоения. Вот как вы оцениваете вот этот пакет мер? То, что необходимо повысить материальную заинтересованность врачей, сколько раз повысить, не имеет значения. Чтобы это было приемлемо и необходимым для жизнеобеспеченного любого медицинского работника и для качественной медицинской помощи, которую они оказывают. Очень не то, что вовремя, но в сегодняшнее тяжелое время пандемии, которая по всей планете, это обязательный атрибут и необходимость. А как вы считаете, что еще руководство страны могло бы сделать для того, чтобы поддержать систему здравоохранения именно медицинского работника? Мы все увидели сегодня во всем мире, все заметили, что не только материальная заинтересованность или материальная обеспеченность очень необходима, и я уверен, что это будет пересмотрено, создать условия. Условия качественные, хорошие, необходимые. Условия для врачей. Это имеется в виду и реструктурация всей системы, новые здания, новые больницы, новые центры, аппаратура, чтобы мы могли не только требовать от врачей разными приказами, протоколами, стандартами, а вооружить его полностью. И тогда мы будем уверены, что качество будет на самом высоком уровне. Президент наградит сотни медиков по случаю объявления 2020 года медицинского работника. Как Вы считаете, будет ли это служить дополнительным стимулом для медиков или показателем того, что государство о них не забывает? Будет. Я когда-то служил на Байконуре, и хотелось бы, что не только космонавты или военные, но чтобы и врачи каждый год при любом удобном случае были награждены. Любыми медалями, орденами не имеет значения, потому что труд является титаническим. И очень хорошо и приятно, когда получаешь награду за то, что ты отдаешь сердцем своему всему народу. Юрий Федорович, спасибо Вам за Ваше время, за то, что пришли в нашу студию. И Вам спасибо, что нас все увидели. И надеюсь, что это будет не последний раз. К новостям из-за рубежа. С начала пандемии в мире зарегистрировано уже 5,5 миллионов случаев заражения коронавирусом нового типа. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Эксперты ВОЗ заявили, что темпы эпидемии существенно замедлились в странах Европы и США, а в Латинской Америке наоборот. О ситуации в мире расскажем далее. КОВИД-19 не только поставила систему здравоохранения Бразилии на грань коллапса, но и усугубила политический кризис в стране. Президенту Жаиру Болсонару, который назвал коронавирус легким гриппом, может грозить импичмент. В окружном суде Иерусалима прошло первое заседание по трем делам в отношении премьер-министра Израиля Бенемина Нетанияху. Оно длилось около часа. Следствие считает, что премьер-министр предоставлял телекоммуникационной компании Безек преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета. Нетанияху сообщил судьям, что понимает суть предъявленных ему обвинений, но отказался садиться на скамью подсудимых в присутствии телекамер. Это первый случай суда над главой правительства в истории Израиля. Заседание сопровождалось демонстрациями как сторонников, так и противников Нетанияху. Сам премьер заявляет, что обвинения сфабрикованы. В Пакистане расследуют причины авиакатастрофы, которая унесла жизни по меньшей мере 97 человек. Airbus, выполнявший рейс из Лахора в Карачи, упал на жилые кварталы при подлете к аэропорту. В авиакомпании Airbus подтвердили, что перед крушением пилот лайнера сообщил о проблемах с двигателями. По одной из версий, причиной катастрофы могло стать столкновение самолета с птицами. Правительство Пакистана поручило расследование специальной комиссии с участием экспертов Airbus из Франции и Германии. Министр авиации этой страны пообещал, что разбирательство будет прозрачным и завершится в течение трех месяцев. Индия и Бангладеш приходят в себя после мощнейшего циклона Амбхан. Как минимум 100 человек погибли, но эта цифра не окончательная. Многие пропали без вести, многие остались без крыши над головой. Амбхан уже прозвали ураганом века. По данным индийских властей, подтоплено 10 тысяч домов. Там, куда циклон еще только подбирается, жители своими руками строят дамбы. Наводнение отрезало от материка островные территории. Ушли под воду мосты и федеральные трассы. В аэропорту Калькутты взлетно-посадочная теперь не полоса, а скорее море. В московском зоопарке от старости умер миссисипский аллигатор-долгожитель Сатурн. Ему было не меньше 84 лет. Крокодил родился в США примерно в 1936 году. Тогда же поступил в берлинский зоопарк. Согласно одной из легенд, Сатурн был питомцем Гитлера. Он пережил страшную бомбардировку 23 ноября 1943 года и штурм Берлина Красной Армией. Три года рептилия разгуливало на свободе по разрушенному городу. В 1946 году его поймали британские солдаты в оккупационной зоне Великобритании. В июле того же года экзотический трофей отправился в Москву. Уже там Сатурн прожил 74 года. Образ аллигатора-долгожителя будет увековечен в отделе рептилий в Дарвинском музее. И вновь к местным новостям. В адрес главы государства поступило обращение от имени инициативной группы, представленной бывшими судьями и учеными-правоведами, в котором говорится, что порядка 14 решений Конституционного суда Республики Молдова за последние годы выходили за рамки Конституции. В этой связи Игорь Додом подчеркнул, что КАЭ своими решениями часто позволял себе незаконно изменять текст основного закона страны. Ситуация, невиданная в международной практике. Это наносит ущерб имиджу Молдовы и может вызвать осуждение Венецианской комиссии. Глава государства констатировал, что администрация президента будет активно сотрудничать с инициативной группой и совместными усилиями, они смогут добиться проведения реформы Конституционного суда, после которой КАЭ стал бы независимым от политического влияния. Сурово наказывать блокирующих улицы города пообещал генеральный примар муниципе Кишинев Ион Чабан. Заявление стало реакцией на недавнее перекрытие отремонтированной улицы Редеуцану. Этот и другие вопросы обсуждались в ходе сегодняшнего оперативного заседания муниципальных служб. Продолжаем выпуск. Не дал нетрезвому мотоциклисту сесть за руль один из водителей, заправлявших свою машину на АЗС в субботу вечером в столичном секторе Ботаника. Мотоциклист попытался оседлать своего железного коня, но бдительный мужчина сделать это ему не позволил. Он остановил нетрезвого водителя и вызвал полицию. На месте патрульной констатировали, что у 25-летнего мотоциклиста из села Бабуечь отсутствуют водительские права. А тест на содержание алкоголя в крови показал 0,69 промилле. Возбуждено уголовное дело. С 26 мая в Молдове возобновляется железнодорожное и автотранспортное пассажирское международное сообщение. Решение принято Национальной комиссией общественного здоровья. Пассажиры могут занимать лишь сидячие места и обязаны будут находиться в масках. Перед отправлением у всех будет проверена температура. Она не должна будет превышать 37 градусов. Другие новости дня в нашей рубрике «Коротко». Обыски по делу о коррупции прошли на АКПП Кагулуанча. В пассивной коррупции подозревают сотрудника Генерального инспектората пограничной полиции. По версии следствия, он упростил пересечение контрольно-пропускного пункта и государственной границы, получив за это незаконное вознаграждение. Следствие продолжается. В апреле граждане Молдовы получили около 92 миллионов долларов из-за границы, что на 11,5% меньше, чем за этот же период прошлого года. Из общего числа переводов 52% поступило из ЕС, 13,8% из СНГ, а из других стран – 34,2%. Данные были представлены Национальным банком Молдовы. Столичные детские сады продуктами питания будет обеспечивать один экономический агент, которого отберет Молдавское бюро программы развития ООН. Таким образом, вместо нынешних пяти, Кишиневские дошкольные образовательные учреждения продуктами питания будет обеспечивать только один экономический агент. Прошлой ночью в Кишиневе на улице Олегу Руссо произошла авария. Автомобиль марки BMW врезался в дерево. В результате сильного удара машину практически разорвало на две части. BMW превратился в груду металлолома. По словам свидетелей, внутри поврежденной машины были два человека. 22-летний и 19-летний пассажир, которого доставили из машины спасатели. Оба доставлены в больницу. Ведется расследование. Несколько вариантов модернизации сквера у театра Михаила Еминеску будет предложено на этой неделе. Об этом заявила вице-примар Кишинева Инга Ионеси во время сегодняшнего заседания муниципальных служб премарии. По ее словам, будет выбрана концепция переустройства сквера, после чего сквер модернизирует. На востоке Мексики появились на свет два детеныша восточной пумы. Пятнистых малышей назвали в духе времени. Девочку – пандемией, а мальчика – карантином. Они растут в одном вольере с тигренком по кличке Ковид. Восточные пумы считаются вымершим под видом. Они сохранились лишь в неволе. Сотрудники зоопарка, где живет пандемия и карантин, считают, что благополучному рождению котят способствовали введенные ограничения, снизившие уровень загрязнения воздуха и уровень стресса у животных зоопарка. В завершении выпуска хотим еще раз напомнить о принятом сегодня решении властей открыть с 1 июня рынки Кишинева и Бельц. Также с 1 июня возобновят свою работу библиотеки и музеи Молдовы. Правда, проведение в них массовых мероприятий будет запрещено. С 15 июня откроют свои двери для посетителей рестораны, кафе и пункта общественного питания, а также тренажерные залы и фитнес-центры без доступа в раздевалки, душевые и бассейны. На этом мы завершаем наш выпуск. Больше информации вы найдете на сайте нашего телеканала или на странице Акчин ТВ в социальных сетях Facebook, Twitter, Одноклассники и Telegram. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова